Да, вот, соответственно, очень важный момент, который был спрошен, который нужно отразить, вот очень важный момент, который, а Шулер почему я об этом очень мало говорю, говорили другие, хотя это в книжках у него есть, соответственно, когда сделана некая качественная разработка, то есть даже начало ТРИС сразу же увеличивается количество возможных применений, то есть, соответственно, могу сказать на своем опыте, что просто-напросто проводя именно тренинговые занятия с детьми, потом эти же упражнения, как это ни странно, они использовались для работы с руководством Государственной Думы Российской Федерации, Мосгордумы, а также многими известными людьми, которых вы периодически видите по телеканалам, не скажу, по радиоканалам. Другой момент, когда сделана просто была очень большая прием в журналистике электронная программа, соответственно, стало понятно, что собирал я материалы по журналистике, но некоторые куски из сценариев получаются автоматические. То есть, я делал журналистику, получилось, что там есть приемы литературы, там есть приемы сценарии, то есть, нужно просто увеличивать. Когда мы сделали экспоз, стало понятно, что мы можем просто перепрограммировать, просто я заболел, было не очень интересно, мы просто можем сделать крупнейшую в мире программу по различным способам продаж. То есть, я заболел и так далее, как бы всего лишь, да. Кроме того, допустим, когда мы сделали приемы журналистики, выяснилось, что решаются некоторые обратные задачи довольно быстро. Довольно быстро, в течение нескольких минут. Это что значит, начать довольно быстро, да. Прошу не путать с поиском в интернетах, когда там, чтобы посмотреть первые сто страниц, нужны часы, дни, может быть, дни, да. Соответственно, какая штука? Когда я слышу устную речь человека, обратным пересчетом я примерно понимаю формулу его мышления. Почему? Потому что я решал другую задачу. Я решал задачу, когда анализировал большое количество текстов и их располагал. Но есть решение и обратной задачи. Соответственно, что я хотел сказать для тех, кто выходит на разработки, когда вы действительно делаете качественную разработку, не торгуясь с современниками, соответственно, она с высокой степенью вероятности развивается в целую гамму новых проектов, которых, возможно, в вашей жизни, извините, ради бога, не хватит, чтобы их сделать и унести. Когда же делается работа в стиле троечника, лишь бы зачет, лишь бы приняли, этого эффекта нет. Соответственно, я повторяю, как правило, какие-то хорошие прорывные работы дают целый веер решений прямых задач, похожих, аналогичных, а также обратных задач. Я провел прямые журналистики. Такие же эффекты есть на экспо, такие же эффекты есть на хедлайнерах других наших продуктов. Кого есть вопросы, возможно, мы, соответственно, это дело и обсудим. Ну, идемте дальше. Соответственно, скажем, мы постоянно повторяем, потому что это видео будут смотреть, наверное, не только тызовцы, не только наши слушатели, но и психологи. Обратите внимание, некая гипотеза, но она явно не нулевая, то есть под ней кое-что есть, какие-то данные, наблюдения, косвенные хотя бы. О том, что в определенном смысле исследовать голову можно, на это выделяются безумные миллиардные суммы. Миллиардные суммы. То есть, соответственно, одной десятой этих сумм хватило, чтобы просто-напросто увеличить конкурентоспособность страны под названием Россия. Ну, соответственно, на это никто не пойдет. Миллиардные суммы, соответственно, тратятся на ерунду о том, что в голове есть очень простые рефлексы, инстинкты и так далее. И весьма проблематично резнико собрать какие-то интересные приемы. Но, наблюдая эффективные решения, которые получились, может быть, случайным образом, и складывая их в стопочку, мы можем сделать очень неплохие инструменты, опережая на десятилетия ту или иную отрасль. Я многократно это доказал, поэтому обратите внимание на эту мысль Генриха Сауча-Альшуля, особенно если вы психолог, социолог, вообще гуманитарий. А мы, это очень важная мысль, идем дальше. Теперь переходим. Соответственно, вопрос, который нужно ответить, он довольно типовой. Как и что делать? Соответственно, скажем, давайте попытаемся ответить. Соответственно, что может делать современный инженер? Вот, пожалуйста, благодаря моим усилиям и тратам, благодаря затратам издательства «Левую зону», можно почитать бесплатно на гаджете, можно на стационарном компьютере, можно почитать книжечку «Введение в тыс». Это полезно. Соответственно, если вы хотите выходить на какую-то деятельность, надо законным образом приобрести у наследников права. Соответственно, существующие ассоциации «ТРИС» в разных странах мира, ни одной из них, какие-то права на работу Альшуллеру не переданы. Не переданы, очень важно. Постоянно уйти в семье, переданы, не переданы. Пункт третий, который где-то в районе неизвестного Альшуллера и приема РТВ – стажировка в приличной консалтинговой компании. Я могу сказать, что в течение месяца, это было неоднократно, у меня стажировались люди. В принципе, месяца достаточно, чтобы понять, какие договоры пишутся, как беседуются с руководителями, как беседуются с рабочими на конвейере и так далее. Но эту стажировку нужно пройти. Я на своей кандидатуре совсем не настаиваю. Вот это такой хороший вход. Далее. Выделено на красном. Я пытаюсь честно предупреждать. Нужно знать риски. Потому что есть очень простой, очень жесткий триз. Люди не хотят его слышать. Многие тризовцы. Что в ассоциации триз, которая была создана не по Соответственно, вы можете найти на русском и на английском, как люди радуются, что их взяли на работу в зарубежную фирму. Но я всегда сообщаю таким людям, что, соответственно, альшуллер делал триз не для того, чтобы их взяли на работу в российскую компанию, в каком-нибудь холдинг, либо в зарубежную. Не для этого делал триз. Альшуллер рассматривал триз как часть новой культуры, новой культуры развитых людей всего лишь. Поэтому, соответственно, следующий ход, который я хотел бы сказать, что если это инженер, такой сильный инженер, мой совет знать о том, что сейчас тризовское сообщество, конечно, мягко говоря, не блеск. Как я это понимаю. И в профессиональном плане, и в человеческом, что может быть важнее даже. И так далее. Поэтому, соответственно, тот алгоритм, который использую я, хотя это может быть самое трудное, и масса людей не понимает, что, Игорь Иванович, можешь зарабатывать бабло на ваших лекциях. И так далее. На мой взгляд, что мои ученики должны каждый иметь свое направление. Понятно, что это могут немножко группироваться в какие-то группы и так далее. Понятно, да? Но каждое направление и не толкаясь развиваться. Вот направлений у нас безумное количество, просто видите, по номерам, что мы стремительно приближаемся к 800 направлений. Некоторые из них там пересекаются, дублируются, но все равно направления идут на сотни. Поэтому моя рекомендация инженеров – изучить то, что написано на слайде, и дальше развивать какое-то свое направление. А мы поможем. Обратите внимание, как бы человек делает домашнее задание, ни копейки с него взято не будет. Обратите внимание. Давайте посмотрим еще один момент, он будет довольно жесткий сейчас. Соответственно, вот такой табличный, матричный, называть как хотите, способ оценки. То, что написано, в принципе, у нас неоднократно бывало в лекциях, в очных лекциях, в онлайн лекциях. Но, тем не менее, это очень быстрый способ экспресс-оценки. То есть экспресс очень грубый, с точностью до лаптия. Но, тем не менее, если до этого была оценка с точностью до километра, то с точностью до лаптия – это несколько порядков. Соответственно, мы просто вот в вертикальной левой колонке, в столбце написаны цели. «Я и понты». Очень важно для Питера, для Москвы, там масса людей, которые десятилетиями торгуют понтами. Ну, это соответствующее. «Я и деньги». Вещь очень понятная, очень обиходная. Да, да, да. Так далее. Да. Дальше. Дальше. Цель человека – нанести пользу некому профессиональному сообществу. Действительно профессиональному. Не любительщим, а профессиональному. Дальше. Достижения на уровне крупного города. Ну, это Москва, Питер, города-миллионники в России. Ну, и так далее, да. Далее – на уровне страны. Ну, допустим, даже на уровне Казахстана. Ну, довольно крупная страна. Крупная страна – Казахстан, да. Дальше есть уровень Европы – мир. И дальше на пересечении мы получаем некоторые вещи, чем человек занимается. Вот, допустим, масса людей, которые кидают понты, которые обсуждают на уровне проблемной ситуации, даже не занимаясь постановкой задач. Для того, чтобы выступать на московских конференциях, важно несколько раз попасть на них. Потом можно десятилетиями, десятилетиями кидать понты. Если при этом еще учредить какое-нибудь НКО с названием «Институт суперсистемного анализа подсистем», что в этом роде, да, то и стать его ректором, естественно. Количество людей в этом институте – один человек, он же ректор, он же ректор, он же ректор, то, соответственно, вас ждут на московских конференциях, да. Соответственно, вот постановка системы задач, профессиональная постановка системы задач – это уже некоторый уровень. Вот, анализ системы ресурсов, безумное количество дых, масса людей, счет идет на десятки, которые обещали выявить бизнес-ресурсы в 90-х, до сих пор этого не сделали. Десятки людей. Вопросов бизнес-тресс, да. Система решений. Аналогично. То есть, десятки людей, говоря слово «бизнес-тресс», мне бы очень хотелось посмотреть хотя бы одно достижение методическое. Одно. Не два, а одно, как бы, да, то есть, как бы, да, не банальное. Вот. Ну и, соответственно, некая цельная методика – это вообще некоторый запредельный уровень, но его понимает только тот, кто сделал хотя бы доклад о нашей конференции, ну и пришел к каким-то выводам, да. Так вот просто, грубенько понимая, где находится человек, вот, грубо говоря, в каждом квадратике, мы специально ничего не написали здесь, можно понимать примерно характер игр, как игр развивающих, так и ведущих деградаций. Соответственно, скажем, вот, ну важно не попадаться на какие-то нижние этажи, если вы хотите прожить, жить интересно, да. И сейчас посмотрим страшненькое, давайте страшненькое модератору. Вот, соответственно, 21 марта уже скоро будет такая лекция Анатолия Александровича Ржачкова, соответственно, о том, что когда развивается некоторый проект, он крупный, то есть, неизбежно зачерпываются какие-то, мягко говоря, странные люди. Причем эти странные люди не хотят исправляться, не хотят умнить, но они могут пакостить. Соответственно, скажу, на очень неслабом опыте Анатолия Александровича и так далее, в том числе, наблюдая за проекты Виттен, он будет рассказывать эти эффекты. Соответственно, возможно, лекция психологически некомфортная, возможно, я понимаю, нет? Соответственно, кто ставит какие-то большие амбициозные цели, мой совет послушать. Потому что традиционные семейные ценности, демократические ценности в стиле «давайте дадим слово дегенератум». В амбициозных проектах не работают. Соответственно, там масса этажей, о них расскажет Анатолий Александрович. Я просто примерно знаю, что там будет, поэтому рекомендую вам. Хотя, еще раз подчеркиваю, психологически некомфортно, но есть такая поговорка у медиков, что лекарство может быть горьким. А лекарство может быть неприятным, но еще уколы могут быть. Соответственно, Анатолий Александрович такие уколы сделает. Уже скоро. Покупайте билеты. А мы идем дальше. Соответственно, скажем, некое мое понимание, я отвечаю все на вопрос, что если человек инженер, что нужно делать. Так вот, есть некая сетка. Понятно, что она чрезвычайно упрощена, и на перекрестях написано слово «э», то означает «эксперт». Соответственно, вот как бы по тем планам, которые я не скрываю, так задумано изначально, в моем понимании наше сообщество, а может быть сообщество даже, потому что сейчас как бы есть разные сообщества, не полностью совпадающие, вот хорошо бы построить. Могу сразу сказать, трезвовцам это предлагалось неоднократно, и это было провалено. В том числе со словами, что мне трудно написать одно письмо в месяц. Это цитата, причем и письменная, и устная, от многих людей. Это не единичный человек и так далее. Соответственно, я, например, открыто могу признаться, что есть Илья Михайлович Лебедев. Илья Михайлович Лебедев – студент. Соответственно, он читает, мы пытаемся ему помогать, лекции для студентов. Я, например, не знаю, чуть-чуть только знаю, как студенты и аспиранты реагируют на такую тему под названием карьера студента. Учитывая, что Илья Михайлович этим занимается, он знает это лучше меня, то есть ведущего курса, идеолога курса и так далее, владельца крупнейшего портала и прочего. Но очень важный момент. Зная отношение ко мне Ильи Михайловича, я знаю, что если мне эта тема будет очень нужна, реакция студентов, соответственно, он обычно отвечает почти мгновенно, это в течение часа, это данные у меня будут. Обычно, может, даже в течение дня, может, даже в течение двух дней. Другой момент. Я не работал много, то есть я работаю немножко на подменах, у меня нет опыта работы с детьми начальной школы. Я работал на подменах, но подмена это не является педагогическим опытом, конечно, да. Но я знаю, что Надежда Владимировна Брачкова, Магрита Геннадьевна Крылова, там несколько порядков лучше меня понимают в маленьких. Соответственно, если у меня возникает такая потребность, обычно они тоже отвечают очень быстро, я могу послать запрос и получить. И, допустим, какой-то сеточки у нас нет, то есть такие эксперты, которые очень легко пасуют друг другу. Основание для паса – компетентность. Пас делается самым компетентным в проблеме. Я, например, не во всех проблемах компетентен. У меня хватает ума, как бы, стратегического видения в этом познаваться. Соответственно, допустим, возникает некая промерзучная проблема, по которой мы еще не вырастили эксперты и так далее. Вот мой консалтинг-опыт показывается, что если я заказчик вменяемый или заказчица вменяемая, и собирается несколько вменяемых людей своими опытами из ближайших узлов сетки, а сетка – это такая аналог координатной сетки, мы эту проблему так или иначе разомнем, может быть, даже и решим. Причем за очень короткое время. Короткое время – это часы и дни. Так вот, соответственно, скажем, что я хотел сказать еще отвечаю просто инженеру и одновременно пытаюсь отвечать всем. Вот мой совет, в определенном смысле об этом говорил Гуссо, потом Вольтер, что растите свой сад. Геннадий Савич Альшулев говорит несколько иначе – строите свой городок. Но с точки зрения метафоры, в общем, как бы все одно и то же. И, соответственно, надо растить экспертов. Иметь приличные отношения, деловые отношения, не личные, а деловые отношения и отдавать друг другу легко пас. Я умышленно перечислил несколько тем, в которых я не понимаю. Прошу мне сегодня, упомянутых коллег, ничего не слать, я просто виртуально обозначал эти проблемы. Ну, а мы идем дальше отвечать по вопросам по железному ТРИС. Соответственно, скажем, где бывают задачи по ТРИС? Ну, вот, действительно, есть ТРИС, что ТРИС – это решение практикум задач, постоянное решение задач и так далее. Соответственно, что произошло? Учитывая, что возник интернет, соответственно, задачи из книжек Альшулева, которые были добываться таким тяжелым трудом, в том числе моим, потому что в последних книгах по Альшулеву много материалов, присланных мною из патентного фонда. Соответственно, эти задачи рассекречены, и, соответственно, люди их не решают, а просто лазят в интернет и так далее. Но, тем не менее, соответственно, скажем, этот вопрос имеет право. Обратите внимание, что мы использовали в качестве слайда. Это есть такой заповедник Врепина. Питерсы могут проверить, съездить. Заповедник такой, охраняемый. И у него зеркальный забор. Я не думаю, что вы где-нибудь, кроме как Врепина, видели заповедник со секретарным забором. Вот эта елочка растет на неохраняемой территории, которая слева. А дальше вы видите безумное количество елок, они просвечивают через зеркальный забор. Питерсы могут съездить и посмотреть. Соответственно, вот такая метафорографическая, откуда же брать задачи Патрису. Давайте посмотрим дальше, откуда их брать. Соответственно, скажем… Так, стоп, подождите. Откуда брать задачи? Нет. А можно? Какой-то другой слайд у нас должен быть. Он начинается… Модераторы сейчас говорят. Он начинается сверху. Одна новая… Какой-то другой слайд должен быть. Посмотрите внимательно. Да. Вот. Да, да, да. Извините, да. Значит, первое понимание… Первое – это понимание, что одна новая задача – она большая ценность. Дело в том, что занимаются 30 очень разные люди, и задача должна… То есть, нельзя полчаса объяснять какое-нибудь устройство, как бы, не знаю, в тележке для перевозки ракеты. Нельзя. Это очень долго. Нужно, чтобы она была понятна сразу. Нужно, чтобы она запускала какие-то решения, да. Соответственно, если говорить всерьез, мы сейчас пожинаем то, что Альшулев просил сделать тызовцев. Он просил писать учебники и задачники по разным направлениям, ну, традиционных предметов – школьных и узловских. К сожалению, это почти не было сделано. Кое-что было сделано с моей помощью. Ну, повторяю. Вообще, это как явление – это не было сделано. Поэтому стратегическое направление… Можно говорить слово «трис», можно говорить «ФСА», можно говорить «методики креатива». Нужны пополняемые задачники. С этой задачей может справиться на сегодняшний день только коллектив, несколько десятков людей, которые, ну, друг другу доверяют, отдают пас и так далее. Соответственно, я думаю, что рано или поздно такие издачники у нас появятся. Но какие основные источники? Патентный фонд. В патентном фонде нужно ходить в патентной библиотеке. Это чрезвычайно увлекательное чтение. Но это целая история, целый микрокурс, который, если очень будет нужно, я для своих прочту. Это закрытый курс. Как работать с патентным фондом? Там есть масса недокументированных возможностей, в которые инженеры врываются. Минимум в двух НИИ меня просили вводить инженеров в патентный фонд. Если не сидеть рядом с ними, они закапываются до ошибок в течение минут десяти. Сход уже закапываются. Соответственно, техническая литература и журналы. Ну, надо прорабатывать большие объемы. То есть, годовые подшивки. Соответственно, и биографическая литература. То есть, иногда там бывают очень интересные данные. Очень интересные данные. Например, я только недавно узнал, что Петр Леонидович Капица. Одна из его работ была посвящена тому, что попалась какая-то новая неизвестная мина, либо бомба. Ну, короче, со взрывателем что-то. Соответственно, туда заливается жидкий кислород, либо жидкий азот, минус 196, это неважно. Соответственно, вот от этого взрывчатые вещества не детонируют. Они детонируют. У нас был спецкурс по взрывчатым веществам, поэтому я их хорошо знаю. От скорости. Либо современные взрывчатые вещества очень крутые, от формы импульса. Вот как бы это отдельный рассказ, да. Так вот, они не детонируют. Происходит деструкция. И взрыватель самое такое вот опасное, просто физически разрушенный. Просто физически разрушенный. И там эту бомбу уже именно можно ковырять и скрывать. Вот этим занимался Петр Леонидович Капис. Естественно, он сам не заливал, но автор идей и так далее. За что ему большое спасибо. Узнал недавно. Соответственно, биографическая литература. Консалтинговая практика. Дает очень много, в частности, вот у меня стажировались какие-то люди, которые пытались заниматься ТРИС. Одно из первых их очень больших удивлений, что они привыкли в учебных задачах по ТРИС, что есть одно-два решения и все. Вот. И одно из первых удивлений на первой же неделе, что, во-первых, как же бы очень хорошее решение может заказчику обоснованно не годиться. Просто заказчик вменяемый, он проводит доводы. Почему хорошее, классное решение ему не годится. Вот. Как-нибудь об этом расскажу. Может быть, в следующем воскресенье даже. Второй момент. Оказывается, есть, допустим, возьмем несложную задачу, какой-то выставочный ассистент на международной выставке. Оказывается, там будет 15-20 каких-то задачек, двое-трое основных, а еще куча вот таких небольших. А одного решения вообще нет в бизнесе. Вот одна из истин, что в бизнесе одного решения обычно нет. Как ни странно. Это, ну, это получается из консалтинговой практики по пункту 4. Соответственно, консалтинговая практика коллег. То есть, есть некое такое сообщество, оно постоянно меняется, которое рассказывает некоторые очень такие смачные истории, но не всегда ссылаясь как бы на фамилии людей, которые связаны договорами и прочее. Но тем не менее такое есть. И пункт шестой. Многие посчитают, особенно где-то там студенты, аспиранты, что сейчас в два прихлупа они накачают массу информации из социальных сетей, из телевидения, из Ютуба и так далее. К сожалению, это нужно очень тщательно проверять. Давайте посмотрим один пример, который меня поразил, поразил как бы из телевидения. Соответственно, вот на канале РНТВ у пожилой женщины, возможно, пенсионерки, не работал в принтерх, там сбились какие-то алгоритмы, настройки какие-то сбились. И то, ну, иногда говорят, это зяба, вот та зяба, которая вылезла из принтера, она приняла за сообщение инопланетян прямо на ее принтер. Ну, понимаете, да? Ну, соответственно, бабушка могла действительно не очень понимать вообще, о чем дело. Но РНТВ на полном серьезе, соответственно, это сняло, и понятно, что видеооператоры, там, человек с микрофоном, члены бригады, скорее всего, молодые люди, скорее всего, это молодые мужчины, которые, ну, немножко, ну, просто заниматься видеопроизводством и не знать компьютера – это нереально. Поэтому они явно знали. Но, тем не менее, это было передано, ну, и РНТВ этим славится, и поэтому, если они снова обратятся на лекцию по поводу гений в 28 марта, я им снова откажу в съемках. Почему? А вот потому. Не надо просто-напросто портить население. Вот почему как бы, да? Ну, идемте дальше. Да. Итог, что нужны просто видеозадачники. То просто взять это по щелчку – задача негде, честно говоря, да? Далее более сложный вопрос, частично пересекающий техническим, то есть, частично заходящийся в области бизнес-трис, а разговор о котором впереди, то есть, вот, воскресенье, да? Обучение многоходовкам, что действительно, действительно, к сожалению, так сделано образование в детском складу, в школе и так далее, вот, что многоходовкам хорошо очень начинают учить при выполнении курсовиков и дипломных работ. Курсовик и дипломная работа – это уже великовозрастная девушка, великовозрастный молодой человек – поздновато. Исключение – это какие-то многодетные семьи, где просто сам уклад семьи, ну, подполагаю, что старший как-то хотя бы иногда волится с младшими. А так многоходовки, в общем-то, не очень ставятся. Соответственно, стратегически сейчас потихонечку начинают люди абсолютно безграмотно это делать в школах, потому что объявлено, что в школах надо заниматься проектами, как заниматься толком никто не знает, как бы это смешно, да. Но, тем не менее, иногда в некоторых хороших кружках секциях, там был спортивный кружок, он ставит многоходовки, потому что есть районные соревнования, есть городские соревнования, к ним нужно готовиться, для этого нужно вести определенный образ жизни, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, как ни странно, там многоходовки есть. Есть в некоторых секциях и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, такой хороший совет, мой совет – попытаться написать свою книгу, в частности, в «Жидательстве в левый зон». Они будут помогать, они будут возиться, ну, в определённых объёмах, конечно, с автором, потому что книга – это многоходовка. То есть, если небольшую заметку в социальной сети, небольшую статейку можно так вот настрачить, что называется, на вдохновение, то книга – это такая вот модель, книга – это такая модель, которую нужно сделать, повторяю. Мгновенно это не ставится, мгновенно это не ставится. Вероятно, возможны, опять-таки, некоторые видеозадачники, которые просто-напросто учат детей, ну, это старшеклассники, скорее всего, просто-напросто планировать некоторые ходы и в быту, и в школе, и так далее, и так далее. Но его должны писать практикующие педагоги, я могу помочь, но я сейчас, у меня нет контактов с детьми, то есть, это должно быть написано 15 раз в проверенном опыте реальных детей, реальных подростков. Такого нету. Поэтому, соответственно, вот, ну, то, что я могу предложить, я могу предложить. Соответственно, дальше вопрос. Человек написал, как бы указал своё имя, отчество, но это я придумал поставить анонимно, всякий случай. Сейчас человек не в состоянии смотреть бесплатные лекции от портала Викен, то есть, крупнейшего в Европе, вот, и тем более, знаете, ошибки, ну, мягко говоря, всё очень-очень-очень нехорошо, да. Соответственно, можно сводить человека к психологу, психотерапевту и совету, я могу сказать, совет, который будет дан, как бы, если всё убрать, промежуточные мосты и длинные разговоры за деньги, за ваши деньги, что надо найти какое-то увлечение. Ну, совет совершенно беспомощный, я даю его бесплатно, да. Соответственно, это вот такая разливанная лень, разливанная лень, как бы, вот, ну, ничего хорошего сказать не могу, то есть, насильно я ничего не могу сделать для этого человека. Мы специально выстраиваем наши программы так, чтобы снять все барьеры, в том числе барьеры бесплатные, платности, да, специально. Я человек не в состоянии это сделать, но никаким три специалиста он не будет. Вероятно, это мальчик, да, вероятно, никаким специалистом не будет, к сожалению, и вообще будут ли специалистом. Поэтому ничего хорошего, оптимистичного сказать я здесь не могу, идёмте дальше. Соответственно, скажем, возникает ряд таких новых исследовательских тем. При залезании, я продолжаю тащить на вопрос, откуда была задача. Соответственно, что даёт патентный поиск, прошу мне поверить, небольшую выжимку, что такое патентное дело, я сделаю, вероятно, в следующее воскресенье чуть-чуть. Это ни в коем случае не будет курс по патентовидению, это просто будет перечень нескольких полезных идей, которые мне субъективно кажутся, могут быть полезны нашим авторам книг и нашим докладчикам, а там же, кто у нас занимается, пока не сделает доклад. Что-то будет такая выжимка, то есть, необычий, не патентный. Так вот, считается какая, что просто-напросто, вот вы залезаете в патентный фонд, прошу мне поверить, и, например, вы просто-напросто находите какую-то группу, там, связанную с микрофонами. Их там, во-вторых, вы узнаёте, что существует безумное количество конструкций микрофонов, то есть, больше, чем справочники по физике, больше, намного больше. Второе, вы узнаёте, что там существует какая-нибудь отдельная группа, связанная только с подставками для микрофонов. Или вы просто-напросто, просто если вы внимательно её посмотрите, это может быть на русском, на языке на английском, на немецком, там есть картинки, то есть, схемки. Человек, если понимает немножко о микрофонах, он, в общем-то, поймёт себя без глубокого знания языка, что оказывается, только подставки для микрофонов, их бывают сотни. Причём, как бы, в общем, какой-то резон есть, то есть, не все из них внедрены, то есть, обычно внедряются доли, проценты, но вот просто понимание, что даже подставка для микрофона – это сотни случаев, она очень почищает голову. То есть, ну, то же самое с вентиляторами, с бритвами, я специально беру бы такие бытовые предметы, с блюдцами, ну, и так далее, бытовые предметы и прочее, прочее, прочее. Поэтому, соответственно, мышление такими скважинами, скважинами или деревьями, вот между двумя красными шариками, слева которые, это пилинг, настрально, такое стандартное дерево целей. Так вот, ну, простейший вариант, когда только одна линия, такой очень простой линейный граф, да, а более это такие вот кусты, такие кусты, деревья целей, кустов и так далее, и так далее. Когда вы узнаёте, что, например, конструкция зажигалок, для крыльщиков, их тоже сотни, и они очень разные, и они последуют разные цели и так далее, и так далее, у вас просто происходит такое автоматическое освоение приёмов РТВ, вы просто понимаете, что решение одной и той же задачи возможно сотнями способов. Есть очень сильное продолжение этого, о котором я уже рассказывал, но сегодня его ещё раз надо рассказать, то есть, как мне подставляется, обещал об этом, как мне подставляется обучение РТВ тризвым подобным дисциплинам. Я это экспериментировал, и, насколько я знаю, другие такого не могли достичь. Соответственно, походится какая-то тема, какая-то тема, условно говоря, инверсия, о которой мы сегодня говорили, и так далее. И, соответственно, могу назвать в цифрах. Соответственно, за полтора часа даётся около 30 задач, причём задач очень простеньких, то есть, грубо говоря, либо инверсия впрямую, либо какой-то из вариантов инверсии, то есть, что нужно изменить, привычное направление, верх-низ, ну и так далее. Соответственно, учитывая, что это происходит в ситуации малой группы, кто-то смеётся, кому-то весело, здорово, и так далее, и так далее. Просто-напросто включается другой режим мышления, который тоже сегодня рисовал, такой творческий. Люди немножко возбуждены, что-то ещё, что-то ещё-то очень здорово. Такой материал закрепляется на очень долго. Соответственно, через пять занятий, через пять занятий, на каждом из которых даётся по 30 задач, соответственно, но на разные направления, соответственно, даётся производственная задача, и здесь начинается уже шлифовка, но мы уже шлифуем некоторые навыки, которые сложились и которые не ставятся ни в телевизоре, ни в школе, ни в ВУЗе. Соответственно, дальше возникает вопрос, а откуда взять эти 30 задач? Ну, составить, составить. Причём, вторая 30 задач, учитывая, что не все они могут понравиться педагогу, значит, 40. И за полтора часа их расстрелять. Да, задачи не сложные. Сложная задача будет на пятом занятии, производственная, где мы проверим. И вот, соответственно, вот почему мы такого не делали в других три школы? Просто-напросто я патентовит, много времени провёл в патентном фонде, у меня большие базы данных. Остальные люди, например, представьте себе, это реальный случай, фамилии не называю, как бы, но тем не менее, когда человек разбирает одну задачу, случай абсолютно реальный, за три часа. Одну. Вот будет хорошее освоение триц, РТВ в этом режиме? Уверяю вас, нет. Но сразу же замечу, что этот человек, некий старый триц, фамилия его не важна, к нему было отправлено около 40 моих знакомых, около 20 детей и около 20 физиков, преимущественно. И все сказали, что вот мы у него заниматься не будем, что в твоём исполнении триц и в исполнении этого старого триц, это совершенно разные вещи. Поэтому, соответственно, очень такая амбициозная задача, если мы задумываемся о детишках, о студентах, о аспирантах или даже о взрослых, например, бизнесменах, нужна несколько слоёв задач. Один из них очень такой простенький. То есть, когда вы понимаете, за полтора часа 30 задач или 25 задач, это несколько минут на задачу, причём они решаются тут же, тут же, устно, с помощью криков, в том числе иногда небольших криков вежливых и так далее. Это очень интересный режим, который быстро заставляет так вот, помимо всяких методик, интуитивно быстро соображать, быстро соображать, как бы, да, никаких медицинских противопоказаний, как бы, ну, мне неизвестно. То есть, повторяю, если, ну, такие тудолюбивые люди собрались, да, но это нужно делать, да. Соответственно, дальше вы видите всё, что написано, исследовательские темы, у кого будет окаянство, ну, понятно, что это уже следующий сезон, просто, наоборот, 3 мая конференция, за этот сезон не сделать, но за лето можно подобрать задачи. Кого тема интересует, такое быстрое интуитивное раскрытие интуитивного потенциала, пожалуйста, спрашивайте на скайпах. Ещё маленький акцент. Обычно, когда люди пишут про интуицию, они пишут о чём, знают о чём. Так вот, интуиция может быть на уровне творческих приёмов на уровне закономерности, интуиция, да. Вот подобный такой интеллектуальный натиск по Викентьеву, да, он очень быстро формирует правильную, профессиональную, а не любительскую интуицию, о которых, повторяю, написано безумное количество глупостей, как бы, да, так далее, да. Поэтому, соответственно, вот откуда была задача, они, ну, не сделаны, они, как бы, рассекречены, ну, извините, как бы, да, так далее. Далее идёмте. Соответственно, кого интересует, в том числе, железный ТРИС, вот здесь очень много материалов, базовых материалов, учитывая старания мои и издательства «Левый зон», за которые ещё раз большое спасибо, это бесплатно, мышь распространяется бесплатно, хотя для нас это не бесплатно, с тем, чтобы вы могли начать. Соответственно, есть масса каких-то там в ПДФе книжек по ТРИС, написанных последователями, которые, мягко говоря, там, с большим количеством ошибок. Ну, мой совет начинать с лучших борцов, а не с тех, которых вам удалось когда-то скачать, как бы, да. Я думаю, что умные меня поняли, если будет быть откровенным, не умные меня просто не интересуют, как бы. Идёмте дальше. Соответственно, у нас есть правила общения на интеллектуальном канале, и, соответственно, всегда имя, отчество, фамилия, плюс ещё правила. Прежде чем что-то писать, даже если вы считаете, что это очень умно, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами наиболее интеллектуального русскоязычного канала. Если вы знаете ещё более интеллектуальный, пожалуйста, пришлите. Это 18 апреля. Соответственно, 28 марта по личностям, а 18 апреля будет такой мастер-класс, консультация. Значит, как бы, да, он будет он по-любому, будет он по-любому. Соответственно, по проектам. Кто стесняется, по вашим проектам, по вашим. Причём эти проекты могут не обязательно происходить в лоне проектов «Викенд». Любой человек, стоимость этого 2000 рублей, то есть по сравнению с тем качеством, которое я обычно даю, то есть это 2000 – это просто ничто, скажем, да, то есть это не является фактором. Поэтому, соответственно, единственное, в общем-то, такое ограничение жёсткое, что вопросы надо прислать не позже 12 апреля, то есть, грубо говоря, за неделю, потому что я должен с ними разбираться, да. Соответственно, повторяю, возможность уникальная, потому что, ну, а, мой опыт плюс по ряду направлений крупнейшие базы Европы будут на вашей стороне. Стоимость 2000, ну, вменяемых людей, которые что-то делают креативно, не должна останавливать, да.